Так, не холодный этот? Это моя любимая кружка, кстати, она когда-то... Гри, пробуешь, еще надо подогревать. Этой кружке уже столько лет, ужас. Потому что сливки я же не могу в тепле держать. Кто тебе говорит? Сахар положи еще. Столько лекарств. Садись уже, мам, я снимаю. Положи сахар. Положу. Если холодно, подогрею. Целый день смотришь новости? У нас целый день... Нет, я целый день не смотрю. У нас целый день... Целый, боже, день. Той день, как пошла позавчера, пол-одиннадцатого, пол-третьего пришла. Пока разобрала, пока расписала эти... Столько лекарств, надо все расписать. Когда какие пить. Одни во время еды, другие посты. Третий дом, боже мой. Вон, целых двух сторон. Одни от сердца, одни от ревматройно-атрица. Это вообще... Ты зарядку делаешь? Делаю. Наверх ноги надо обязательно. Вот, я сегодня не делала, и вот... Ну, надо делать. Надо вверх, а зад два раза в день. Ноги наверх держат по 20 минут. Ну, а зад, а ревматройно-атрица нет. Я делаю, какое-то время проходит, сижу, то же самое. Нет. А он каждый день делает два раза, даже если у него нет артрита. Ему врач когда-то сказал, это обязательно. У него есть артрит, но в какой-то другой степени. И его опять опухают, когда он себя это делает? Он опухает? У него вообще не опухают. А у меня, когда вот сделаю... Спокойно. 20 минут, приду, сяду где-то час-полтора, то же самое. Дело в том, что если ты не будешь делать... Она сказала, врач, обовязково. Ты слышала? Он мне ничего не сказал. Я ему тоже сказала, что у меня ноги так опухают. Он сказал, что это у вас от соляной кислоты. Вот это убивает соляную кислоту. Вот. Где это? Ну, не важно, зачем мне это, мам? Мне же это не надо. Я что, пойму что-то в этом, врач? Я же ничего не пойму. О, оно убивает соляную кислоту. Нет, но зарядку тебе же еще сказала ревматолог... Я делала, делала. Сегодня мне некогда. Пирочки делать или зарядку делать? Я вспомнила, что ревматолог вровно тебе тоже сказала, Зимина, что делать зарядку надо. Она тебе тоже это сказала. Тебе это все сказали. Зарядку делать обязательно надо. Зимина в Киеве, а не вровно. Зимина вровно в Киеве. То, что мы были, она тоже сказала, делать зарядку. Делать зарядку, она сказала. Она тебе не давала даже? Нет, мне ничего не давала. Она сказала, делать зарядку обязательно. И ровно тебе сказала. Зарядку ты все знают. Когда уйдешь, никого не будет, спокойно пойду, ноги вытяну, в спальню буду. Я не могу, мне очень тяжело. Я не знаю, я раньше так делала, Артур всегда смеялся. Я прыгала, делала. А сейчас я сажусь, я еле встаю, еле встаю. Прям с трудом встаю. Тебе очень важно, особенно велосипед делать. Вот это конечности, нужно же туда кровь поступала. Я велосипед и делаю. Нужно, чтобы кровь поступала, велосипед, ножницы, чтобы вот эти вниз, на низ вот эти зарядки, чтобы внизу циркулировала кровь. Я делаю ножницы и велосипед делаю. И так делаю. Поднимаюсь и так, и опускаю. Очень уже трудно подниматься, очень трудно. Уже и возраст, и... Азат, в принципе, вылечил, помнишь, он еле ходил? Он вылечил эту зарядку, он ни уколы, он ничего не принимал, ни таблетки, он только зарядка вылечил. Ему дал бандарук, его бандурка сын, ему дал комплекс упражнений, сказал. И, в принципе, азат перестал хромать только из-за зарядки. И он каждый день... И если он не делает 2-3 дня, вот бывает, он говорит, я не делаю, у него сразу начинает болеть. Кровь, проходит кровь через эти кости, и всё. У меня не болит. А у него ещё и болит. То если оно боль снимает, то представляешь, как сильна зарядка? У меня ничего не болит, абсолютно. У него есть коврик, на коврике он садится, лежит и всё зарядка делаю. Я вот там селю в спальню и делаю. Он же таблетки и не принимал никакие. Ой, не знаю. У меня такое ощущение, я иногда не верю, что война. У меня такое ощущение, что как будто это неправда. Вот, как, пока я не включу телевизор. Ну, телевизор у нас всё время включает. А ночью так как-то страшно. А вчера столько будили, блины. Ночью я стою, и я не могу поверить, что война. Я думаю, а может быть, нет. Потом думаю, нет, всё-таки война. Я не могу в это поверить ещё. В жизни не подумала, что русаки могут напасть на нас больше. Если бы кто сказал, заплевало в глаза. Тут же столько русских, даже идут на атомные. Вот как им смотреть нам в глаза, а? Ну, они нормально смотрят, они же знают их позицию. Мы же знаем их позицию. И там есть русские, которые разделяют, просто их сажают. Они на митинги выходят, их сажают. А белорусы вообще за комментарий. Мне вчера женщина писала, говорит, Карина, за комментарий. У нас два года тюрьмы. За комментарий. Что-то там, я не понял. Я же говорю, и те, что поставила, лекарства пила. Что-то там Лукашенко. Белорусы не собираются сюда садаться. Собираются? Они уже сундулись. Я что-то не понял. Через них идут войска на нас. Он открыл территорию. Через белорусы. Или там было написано, люди не пускают их. Мама, он обычный продажный политик. Да. Он свой народ держит жестко. Он же украинец самый. Сам украинец. Какой он украинец? Конечно, он украинец. Фамилия украинская. Так фамилия не вышла. Это и белорусская такая фамилия бывает. Ты по фамилии судишь? Он украинец. Историю ты знаешь точно? Историю не знаю, но все говорят, что он украинец. Не, мам, такого быть не может, чтобы он был украинцем. Украинец не будет другой страны. Он белорус. Как это? А фамилия у них тоже такие фамилии есть? То, что на О заканчивается, это не означает, что если во многих других странах на О заканчивается, ты что? Ты по фамилии судишь? Не. Украинца. Ну, потом будет его история где-то. Так можно вообще даже зайти в Википедию? Просто мне он нахрен не нужен. Буду я свое время тратить, узнавать о Лукашенко. Что? Нет. Ой. Да. Я заблокировала многих. Многих. Вот это одна такая Лариса Зеленюк. Или когда-то все время писала нам такие... Боже, какая противная женщина. Я ее удалила, вообще заблокировала. Что, писала плохое? Ну, конечно, плохое. Откуда? Откуда? Я, по-моему, я не знаю. С Одессы она. Вы свое истинное лицо показали. Боже мой. Есть такие еще... Есть такие русские, которые за них, знаешь, за Россию. Я ее... Я пару раз потерпела несколько дней. Я потом думаю, ты что, дура? Что ты мне пишешь? Истинное лицо свое показали. Какое лицо? Я говорю о войне. Что творится у нас в стране? Что я должна замалчивать? Умалчивать? Врать! Заблокировала быстро ее. Ты еще и в Одессе живет, да? Там корабли блокируют наших. Она что, слепая, не слышит? Да, есть сегодня... Есть такие у нас, которые живут, жители, которые ждут русский мир. Есть. Сегодня даже по телевизору мэр какого-то городка говорил. Закройте... Так и сказала. Закройте рот и сидите тихо. Или вам будет очень плохо. Я сегодня еще не включала. Просто вот он так и сказал. Закройте свой рот. Я даже не ожидала. Я включила и как раз попала на него. Какой-то мэр какого-то городка. Там, где проигрывают. И мне сегодня писала моя подруга. В подвалах она сидит. Она говорит, там, где... Вот когда чувствуют у нас... Они бомбили город один. Не хочу уже говорить. И я говорю, смотрю, что настроение меняется. Типа переобуваются быстро на российскую сторону. И в подвалы лезут, да? Да. Тогда что лезут в подваль? Арбейди, скажи, я русская. Не стреляй в меня, да? Нет, это не русские. Это есть такие некоторые... Ой-ой-ой. И меня задолбали. А что вы 8 лет молчали? А что вы молчали? А в ДНР было, ДНР было. Слушайте, то, что там было, было уже. Теперь мне что, сейчас молчать опять? Ну, тогда молчала. Сейчас тоже молчать? Сейчас конкретно уже все. Они считают, что тогда тоже конкретно. Допустим, это так было. Я не буду возвращаться сейчас в историю. Сейчас оно есть. Сейчас есть. Ой. Так там же с Донбасса сколько прилетели. Вон, в Закарпатье сколько они выехали. Гуманитарку им дают. Все дают. Одежду, питание. Все дают. Это показали же, что они же выехали с этого, с городов и с Донбасса. Но они, видишь, они второй раз попали. Тогда там были военные действия опять. Это знаешь как? Когда многие с Азербайджан, с Баку выехали в Карабах. То есть там они все потеряли. И приехали в Карабах. И сейчас, когда надо было освобождать сел азербайджанцев, они второй раз все потеряли нажитое. Они же взрывали свои дома, чтобы не оставить азербайджанцев. То есть второй раз люди все потеряли. Прошло там 30 лет. Не знаю. Это Зеленский сказал. Это вот все, что они бомбят. Вот это все. Это есть люди, которые специально снимают это все. И это будет в суде предоставлено. Конечно, забираются доказательства. Они же мирное население бомбят. А говорят, что нет. Почему он показал пирожки, мама сделала. Вот это брату. Такие вкусные. Ну-ка, открой. Ой, Господи. Это же я откусила. Это она уже пооткусила. С пирожки, с картошкой. Такие вкусные. Прелесть просто. Ой, в общем. Не знаю. Что это будет? Так пусть будет. Так пусть будет, потому что там я положила, смотрю, что жертв. Вроде и целый кулек, а то я в главу. Ладно, тогда все. Буду я заканчивать. Скоро понесу. А вот так же больше не столько. Так и понесу, да. Чего страшно? Чего страшно? Продолжение следует...